Здравствуйте! Время новостей на нашем канале в студии Елена Пахомова. Коротко о некоторых темах выпуска. Человек, вырвавшийся за границы знаний, скончался Стивен Хокинг. Была бы очередная нефтяная труба. Достояние России. Посвящение Мариусу Петипа в Большом театре. Именно в этом пространстве, я думаю, уместны разные вариации. Выход в народ. Что делал король Лир из Новоклубышевска на московском рынке? Новость, пришедшая этой ночью. В Кембридже скончался Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Британский физик-теоретик, лауреат множества престижных научных премий, всей своей жизнью доказал, что невозможное возможно. Парализованный, лишенный возможности говорить без помощи синтезатора речи. Он писал книги, делал научные открытия и ездил по миру с лекциями. Главная тема его исследований — космология, квантовая гравитация и черные дыры. Хокинг — автор теории испарения черных дыр за счет радиации. Это явление получило название «излучение Хокинга». Он говорил, что его цель проста — понимать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь. Рассказывая простыми словами о самом сложном, ученый всегда собирал полные залы. Если вы захотите исследовать черную дыру внутри, выберите дыру побольше. Ученые постоянно ищут черную дыру такой массы, но пока еще не нашли. А жаль, потому что если бы они нашли, я бы получил Нобелевскую премию. В 2013-м Хокинг выпустил книгу мемуаров «Моя краткая история». У меня есть такие слова. Когда-то я думал, что все кончено, и я никогда не смогу реализовать тот потенциал, который, как и я чувствовал, у меня есть. Но сейчас, спустя 50 лет, я вполне могу быть удовлетворен своей жизнью. В Москве на новой сцене Большого театра состоялся гала-концерт фестиваля российских балетных школ посвящения Мариусу Петипа. 11 марта исполнилось 200 лет со дня рождения хореографа. Яна Мирой была среди зрителей. Со своей партнершей, Расилий Сагитов, познакомился всего несколько дней назад. Его сокурсница получила травму и приехать не смогла. Срочно искали замену в Москве. Но волнуется юный танцовщик из Уфы не только из-за этого. Выступить на сцене Большого – заветная мечта. Такое вдохновение. Иногда даже страх какой-то, волнение бывает. Да, это просто непередаваемое ощущение. Неописуемое. Посвящение Мариусу Петипа – фестиваль российских балетных школ. В программе только один хореограф. Единственное, у меня было, конечно, пожелание, чтобы это был не только классический танец, потому что Мариус Петипа ставил изумительные характерные танцы. Изумительные. Танцы народов. Венгерский, Мазурка, польский танцы. Он прекрасно эти танцы ставил. Хореографию Петипа изучают во всех главных мировых балетных школах. Это основа классического танца. Мне кажется, что хореография Петипа является из себя некий эталон классического танца. Некий сборник традиций, которые нарабатывались многие года. И сейчас мы танцуем эту хореографию как идеал, как действительно квинтэссенцию величайших традиций русского балета. Интерес к фестивалю очевиден по количеству балетных профессионалов в зале. Открывает вечер вице-премьер Ольга Голодец. Зачитывает приветствие президента. Этот гола – часть грандиозной программы празднования юбилея Петипа. Но есть и проблемы. В 20 веке хореографию Петипа изменяли, адаптировали. Стоит вопрос о сохранении наследия. Нельзя так разменивать наше достояние. Это достояние российского государства. Вообще, я много раз шутил на эту тему, что если бы в своё время Советский Союз запатентовал бы права на балеты Петипа, то это была бы очередная нефтяная труба. Потому что ни один театр в мире не обходится без этого репертуара. Главное событие юбилейного года состоится в июне на исторической сцене Большого. Отмечать будут сразу две даты. 200-летие со дня рождения Петипа и 280-летие Академии русского балета, где хореограф работал в течение 60 лет. Яна Мирой, Александр Кубасов, Новости культуры. Программа «Золотая маска в городе» открылась фрагментом спектакля «Король Лир» театра студии «Грань» из Новокуйбышевска. Артисты выступали на центральном рынке столицы. Цель проекта — привлечь зрителя, который не привык ходить в театр. Нетипичную сценическую площадку посетила и Валерия Кудрявцева. Кажется, что рынок — это последнее место, где можно представить себе показ спектакля и тем более «Короля Лира». Но «Золотая маска в городе» рушит стереотипы и нарочно провоцирует воображение зрителей. Пришел пообедать, и вдруг Шекспир. Сразу главные монологи из такого сложного философского лира. Для актеров ответственность, для зрителей — совершенный сюрприз. Кто из вас нас любит больше? Чтобы при разделе могли мы нашу щедрость проявить? Кто-то оторвался от еды и слушает текст. Кто-то совмещает оба занятия. У театра «Грань» уже есть опыт участия в городском проекте «Маски». Правда, в прошлый раз это был более спокойный книжный магазин. Но и на этот эксперимент коллектив откликнулся с удовольствием. Если вы посмотрите, за моей спиной очень шикарная лестница, которая дает возможность воплотить те идеи, которые могут быть в Лире осуществлены. Когда театр выходит в город, когда театр идет ближе к людям, то именно в этом пространстве, я думаю, уместны разные вариации, которые не мешают замыслу режиссеров. Лир Бакурадзе, номинанта «Золотой маски», притча о трансформации души, окрестном пути от короля каменного надменного к живому человеку с такими простыми и понятными страстями. Контраст сложности и глубины материала с местом его показа велик. Но даже совсем не театральный человек наверняка заметит, мудрящего на глазах Лиры играет совсем молодой актер Даниилу Богомолову, 27. Конечно, мне в моем возрасте достаточно сложно обхватить этот объем всего, что там в житейских проблем, философии. Но основное стремление как-то найти, почувствовать то, чего я еще как человек сам по себе не знаю. Увидеть работу художника по свету Евгения Гансбурга, номинанта «Маски», в таких условиях невозможно. Но впереди полноценный показ на сцене Театра наций. А вот оценить достоинства костюмов Елены Соловьевой, тоже номинанта, вполне можно. Тем более, что создавали их всем миром. Мы кидали клич, говорим, нам нужны люди, которые умеют вязать. Женщины, откликнитесь, всем Новокуйбышевскам. И часть Самары нам вязали. Большие полотна из натуральной овечьей шерсти. Потом эти полотна стирались при определенной температуре. И из всего этого сделали наши костюмы, декорации, стулья. Золотая маска в который раз подтверждает свою любовь к экспериментам и созданию новых контекстов. Ведь границ у настоящего театра не существует. И потому лир легко оказывается на рынке. Что-нибудь королевское можно найти в любом месте. Валерия Кудрявцева, Александр Кубасов, Новости культуры. Проблема сохранения памятников деревянного зодчества оказалась актуальной и для Санкт-Петербурга. Несколько сотен старинных особняков, которые в 19 веке принадлежали состоятельным горожанам, сейчас нуждаются в реставрации. Администрация Петербурга придумывает способы сохранить их. Илья Карелин о домах, которые нужно спасать. Деревянное зодчество в Сестролецке – уникальное явление в архитектуре и культуре Петербурга. Демократичные дачи пришли на смену родовым усадьбам. Разбитый берегу Финского залива дачный посёлок решили ещё в конце 19 века. Территорию разделили на участки и придумали необычную программу аренды. Участки сдавались в аренду на 99 лет. В первый год должна была быть построена ограда. В течение трёх лет должны были быть построены дачи. По условиям договора, через 99 лет здание возвращалось к государству. Национализация произошла гораздо раньше, сразу после революции. И вот век спустя почти все дачи, светуют эксперты, оказались на грани исчезновения. Не просто обстоит дело и с памятниками деревянного зодчества в Пушкине. В доме семьи Олениных в советское время размещался санаторий. Отдыхала в нём и Анна Ахматова. Сейчас деревянные стены скрыты под слоем штукатурки. Однако сквозь трещины отчётливо виднеются следы разрушения. Долгие годы реставрация памятников деревянного зодчества проводилась по остаточному принципу. По словам экспертов, с городского бюджета выделяли средства на ремонт одного-двух объектов в год. При том, что только по официальным данным в Петербурге почти 300 таких памятников. За последние 20-30 лет мы видели просто тотальное уничтожение этой архитектуры. Так что сегодня нужно просто быть очень внимательным к тому, что сохранилось. Точку поставили в Смольном. Недавно губернатор провёл закрытое совещание, на которое пригласили и городозащитников. В итоге пришли к соглашению. Будет разработана отдельная комплексная программа по реставрации деревянных памятников. Её подготовят профильные ведомства и авторитетные городозащитные организации. Но главный вопрос — это средства. Очевидно, что за счёт бюджета сразу все объекты не восстановить. Единственный способ — привлечь частный капитал. Здесь мы собираемся познакомиться с зарубежным опытом и, прежде всего, опытом наших ближайших соседей в Финляндии, где дело стоит с деревом в порядке. Смольный внёс в парламент проект о передаче аварийных зданий в аренду за символическую плату рубль за квадратный метр. Условие одно — арендатор должен полностью отреставрировать объект. Семь лет даётся на приведение памятников в надлежащее состояние. После этого ставка аренды снижается до одного рубля за квадратный метр. И договор может быть заключён ещё на 42 года. Альтернативный вариант — не только сдавать в аренду, но и продавать дачи, разумеется, с обременением. Чтобы обезопасить памятники от недобросовестных покупателей, городозащитники предлагают более жёстко прописать систему санкций, вплоть до необходимости полного восстановления здания при его разрушении за счёт собственника. Это поможет защитить объекты культурного наследия от желающих, получить дорогую землю без лишних хлопот. Конечно, эту дачу надо сохранять вне всяких сомнений. То есть это шедевр. Но, к сожалению, сейчас она в очень плохом состоянии. И её исчезновение будет абсолютно невосполнимой утратой. Дача Вожиевской — самый необычный памятник деревянного зодчества, напоминающий боярский терем. Историки архитектуры высоко ценят особняк за то, как органично-традиционный русский стиль сочетается с элементами модерна. Для того, чтобы сохранить его и другие памятники, действовать необходимо срочно. Иначе многие постройки останутся только на страницах фотоальбомов. Илья Карелин, Даниил Жиронкин, Дмитрий Долгов, Константин Никитин. Петербург. В Перми готовятся главные премьеры этой весны оперы «Фэйтон», «Жан-Батиста Люли» и «Филиппа Кино». Это совместная постановка Пермского театра оперы и балета и королевской оперы «Версаля». Светлана Бельская с подробностями. Порочный инструмент теорба похож на современную гитару. Только у него два грифа и барабан больше похож на мандолину. Выгнутое дно теорбы приводит к тому, что звук внутри он гуляет, закручивается и выходит насыщенным. Оркестр в новой опере «Фэйтон» двусоставной. Первая часть приехала из Франции, это музыканты ансамбля «Ля поэма гармоник», другая российская музыканты оркестра «Музыка Этерна». Но все они играют на барочных инструментах. Если у французов эти инструменты в наличии, то русским пришлось немало потрудиться. Перетянули на своих скрипках струны, нажильные. От этого инструмент звучит на несколько тонов ниже. Совместные русско-французские репетиции в театре идут несколько дней. Задача дирижера Винсана Дюместра – соединить два разных оркестра в один старо-французский. У русских музыкантов потрясающий уровень технической виртуозности. Но это не совсем та виртуозность, которую мы ищем, потому что нам необходимо добиться виртуозности при демонстрации характеров. В это же время на большой сцене проходит репетиция хора. Для фаэтона русские музыканты несколько месяцев досконально изучали старо-французский язык. Это все исполняется во французском строе, который ниже привычного нам на тон. То есть «ля» звучит как «соль». Для меня, как для абсолютника, это достаточно большой проблемой было поначалу, но сейчас адаптировался, привык. После премьеры музыканты в полном составе отправятся в Версаль. На родину этого произведения, где в 1683 году и прошла первая постановка оперы «Фэйтон». Светлана Бельская, Матвей Вершинин. Новости культуры. Перем. Любовь на пуантах. Ирландия через объектив. И японское чудо в российской столице. Коротко о некоторых событиях дня. Екатеринбургский театр оперы и балета представит спектакль «На яда и рыбак» «Сюита». Показ пройдет на сцене Большого театра в рамках «Золотой маски». Одноактный балет рассказывает историю о морской деве, которая влюбляется в рыбака. Впервые его поставил Джюль Перо еще в 1843 году. Новую хореографическую редакцию создал Юрий Бурлака. На фестивале спектакль заявлен в четырех номинациях. Галерея «Русарт» открывает выставку двух японских художниц – Кимико Юшиды и Масака Ясуки. Проект реализован в рамках фотобейнале 2018-перекрестного года культуры России и Японии. Экспозиция собрала знаменитую серию автопортретов Кимико и пейзажной работы Масака. Их общая тема – восприятие себя и окружающего мира как чего-то подвижного и постоянно изменяющегося. В столице покажут ирландское кино. Картина открытия фестиваля выбрана премьерная лента под названием «Моди». Это история о жизни шотландской художницы, роль которой исполняет номинированная на премию «Оскар-2018» Салли Хокинс. Именно благодаря амплуа «Моди» она была утверждена в фильме «Форма воды». Также на фестивале покажут короткометражные картины и мультфильмы. Мирей Матье выступит на сцене Кремлевского дворца. Та певица, которую называют легендой французского шансона и одной из самых известных францужинок в мире, подарит зрителям вечер в Париже. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова